Бюджет Курской области в региональном парламенте второй раз подряд рассматривался в первом чтении. Все ждали, как распределит дотации Москва. Мы получим дотацию 3,5 миллиарда сбалансированность на выравнивание и получим целевые средства. Там касается и здравоохранения, и образования, дороги, там почти миллиард. То есть мы очень гордимся этой финансовой помощью. Целый пакет законопроектов касался налоговых льгот для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. В сумме нагрузка на бизнес будет снижена на 76 миллионов рублей. Кроме того, на 10 налоговых периодов освобождены от уплаты транспортного налога резиденты особой экономической зоны. А те, кто занимаются пассажирскими перевозками, получат льготную ставку в размере 9% от установленной. Мы понимаем, что вот за эти годы пандемии предприниматели одна из самых пострадавших отраслей в нашем регионе, в том числе, особенно мелкие предприниматели, средние руки предприниматели. Поэтому и депутаты, и администрация области много этому делили внимания. И я думаю, что депутаты сегодня примут решение о снижении налоговых ставок. Еще одно важное решение. Депутаты отменили сухой закон, действовавший в области в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров. На здоровье молодежи это никак не влияет, школьникам и так запрещено продавать алкоголь. А вот по бизнесу, да еще и в пандемию, такие запреты бьют серьезно. По-прежнему алкогольный мораторий будет действовать 1 июня в День защиты детей, 27 июня в День молодежи и 1 сентября. Александр Юров, Антон Латышев. События дня.